Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Надеюсь, что нас сейчас и слышно, и видно. В эфирной студии свистящий Роман Шахов и лучезарная Александра Хайрулина. Друзья, мы невероятно счастливы. Первый и единственный в России телеканал с охранным вещанием в ФМ-диапазоне. Дарит вам потрясающую программу «Концертный зал». И сегодня у нас удивительный вечер, потому что концертный зал имени дуэта «Две Маши». Добрый вечер. Ну что, мы к вам пришли с нашим прекрасным составом. Мы здесь сразу представлены на пасу Тедди. Привет. Кахон — это Овер. Привет. И гитара Макс. Макс, привет. Ну и, конечно, Маша Зайцева, Маша Шейх. Еще раз овации бурные. Мы невероятно вас рады, друзья, девочки. Тем более, что, во-первых, день рождения — три года. Как быстро время летит. Боже мой, очень быстро время летит. Я недавно помню, первый раз. Ну и самое главное, конечно, концерты. Большие, сольные, красивые концерты. Санкт-Петербург, 7 октября. Запоминайте это число. И бегом-бегом. Какие-то там несколько оставшихся билетов нужно разобрать вчитанные минуты. Что за площадка в Питере будет? В Питере у нас площадка «Зал». Мы там уже давали концерты. А в Москве у нас новая площадка «Арбат-Холл». Это, в принципе, новая площадка. Так что... 13 октября. Так что и Москва, и Питер. Кто в Москве побывает, можно в Питер еще 13 октября успеть. В общем, ну что, это в порядке вещей. Ваши поклонники-то уже... Много поклонников, которые ездят с нами не только в Москву, а Питер, а вообще и в другие города. Уже по всей России. И по странам ближнего зарубежья. Да. Ну, дорогие мои хорошие девочки, три года. Мы вас искренне поздравляем. Спасибо. Вы невероятные умницы, потому что, ну, в общем, все очень успешно складывается, как мне кажется. Спасибо вам, стараюсь. Что не песня, то обязательно хит. Что не клеп обязательно в эфире. И страны FM, и других телеканалов. Ну, а вы, если так как-то подводят, небольшой и маленький промежуточный итог. Да, как сами дадите оценку, какую? Этим трем годам. Мы большие молодцы. Маш, дай пять. Мы, правда, очень стараемся и не останавливаемся, не останавливаемся и мечтать. Постоянно мечтаем, строим планы и идем. Идем к ним, самое главное. Поэтому, да, я тоже считаю, мы большие молодцы. Я как люблю говорить дальше, больше. Да, конечно, иначе нет смысла. Друзья мои, начинающие артисты, особенно к вам обращаюсь, если вдруг по какой-то причине вы еще не подписаны в социальных сетях на дуэт «Две Маши», нужно это сделать обязательно, потому что там, боже мой, ну, настолько подробно все прописано, как можно. Да, и главное, даже с расценками, то есть за сколько, сколько нужно иметь денег, к кому обращаться, куда. Просто такая работа очень искренняя, настоящая. На самом деле, вот недавно мы написали пост, который имел огромный отклик. Это, в общем, как раскрутиться, не имея ничего, не имея денег. Столько людей написали спасибо, что мы, в общем, дали им шанс поверить в свои силы, потому что мы действительно начинали свой проект вообще без какого-либо бюджета. Мы брали в долг. Но, на самом деле, самое главное – это страсть к тому, что ты делаешь, безумная страсть. И каждый день нужно чем-то делиться, то есть вот давать людям свою музыку. Энергообмен. Да, энергообмен, совершенно точно. Этот энергообмен между двумя Машами, он происходил три года назад, как раз на кухне. Кстати, в этой же самой инструкции все подробно описано, как ночами, 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 полгода писались песни, пелись, писались, писались, сочинялись, складывались. Сегодня, как ваша работа складывается? Это та же кухня? Кухня тоже присутствует. Да, та кухня, все те же места, все те же люди. В общем, да, можно сказать, что в этом смысле практически ничего не изменилось. Саша, зачем ломать ту схему, которая работает? Которая уже работает, да. Да, точно. Ну и, кстати, если еще требуют зрители и слушатели ответов на какие-то свои вопросы, пишите их в ВКонтакте страны.fm, мы будем девчонкам вопросы задавать. Что мы сейчас послушаем? Мы решили начать с песни, которая захватила это лето, песню «Босая», так что, несмотря на то, что дождь за окнами, давайте взбодримся, вспомним прекрасное жаркое лето. С удовольствием. Поехали. 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 За тобой бегу на край света По лицу роста, я к тебе поста И слова бросаю по ветру По лицу роста, я к тебе поста За тобой бегу на край света Поста я Поста я Поста я Поста я Поста я Поста я Две маши, концертный зал Страна FM Ну это же уже просто легенда Не песня и не клип Сколько там, уже более 30 миллионов просмотров Представляете, вы нам скажете Уже более 30 лет эта песня держится в топ-чарте Вот что такое ощущение есть уже Да-да-да Слушайте Продолжается же конкурс, Рома Да-да-да-да Говорим про это, да? Продолжается в соц. сетях у вас конкурс На басую Ковера видео снимать Нет? Или уже подведен итог? Так Так Какой конкурс? Может кто-то проводит конкурс Вместо нас Так А вы давно сами были на своей страничке ВКонтакте, например? Конечно Нет, там не конкурс каверов Там чуть-чуть другие условия Расскажи Рассказывай, да, главное Если итоги еще не подведены Итоги не подведены Так Поэтому пока Не будем Подводить итоги Не будем Подводить Нет Хорошо Хорошо, друзья Ну в общем, да, надо еще тщательнее и внимательнее следить за тем, что девочки пишут В песне басай вот этот, хей-хей, как это появилось? Я тоже хочу спросить, откуда появилась она Кто бы подсказал Репетиция этого Зрители И мы решили, что это надо теперь добавить Ну весь зал, я думаю, что это сразу, да? Да, да, да Может быть это после гастролей на Кавказе где-нибудь появилось? Непонятно, Саша Нет На репетиции Мне кажется, мои кавказские корни просто выпрыгивают в этот момент Девчонки, ну уже вы побывали в огромное количество городов Да Очень много гастролей, это замечательно, пусть будет еще больше Что для вас эти поездки по странам, когда вы тем больше и больше видите своих поклонников в лицо Эти города, картинки уже сменяющие одна другую ежедневно И кто эти поклонники, да? Вы знаете, каждый раз это для нас магия, волшебство Потому что это такое счастье, что вообще все это происходит Потому что каждый раз мы вот помним действительно первый день, как это все начиналось у нас И вот если бы можно было вот так вот отмотать и нам бы показали, что происходит Я даже не знаю, как бы мы на это отреагировали, поверили бы мы Да мы, может быть, уже расслабились бы и ничего не делали Такого могло быть Это чудо, это чудо, правда Поэтому вот каждому человеку, который обратил внимание на наше творчество, проникся Мы хотим сказать спасибо и будем говорить спасибо Им здорово Постоянно на всех концертах Ну вот поклонники двухмаш, они, например, в Уфе От поклонников, которые в Казахстане, например, да Отличаются? Ой, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, конечно Ну, в любом случае, нас всегда, вот мы выходим на сцену с первой песни Нас принимают так, что мы не можем начать петь от переизбытка эмоций Что люди не дают начать петь, потому что они Просто уже стойте так, просто хотя бы стойте Невероятно просто, невероятно, и в каждом городе так происходит Правда, если честно, мы иногда проезжаем на Саундчех днём на площадку Смотрим на неё, она огромная И нам даже как-то не по себе такая большая площадка Мы первый раз там в таком-то городе Выходим на сцену вечером А как бы это ощущение, что вы уже там сто раз и все вас ждут И вот это до сих пор вот не подсказка Ну это кто? Это девчонки больше? Нет, у нас, кстати, довольно взрослая публика Ну вот, наверное, среднего возраста Вот от двадцати пяти Это наша аудитория Да То есть у нас не малолетняя аудитория Хотя вот часто, например, мы можем встретить родителей, которые берут маленьких детей И надо сказать, что две Маши Тут редкий коллектив, где стоит возрастное ограничение 6+. А вот, значит, можно смело идти с детишками И не переживать, что кто-то там разденется на сцене Нет, на сцене мы не будем раздеваться Да, Тедди? Если только будут басы Почему-то именно к Тедде было обращать Я не знаю Значит, были попытки где-то на каких-то выступлениях скинуть рубашку На концертах мы услышим какие-нибудь премьеры? Ну, кого-то об этом расскажите Да, да, да У нас будет премьера Жаркая Жаркая премьера Песня, которая называется «Мама, я танцую» Ух ты 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 Вносятся последние штрихи Вы знаете, я предположу, что эта песня станет круче тех песен, которые у вас сейчас есть Вот я предположу, да Я, по крайней мере, очень искренне желаю, чтобы она такой стала Мы запомним, да, сейчас этот прогноз, этот момент Бророчество Иногда, кстати, у Ромы бывают такие Бывают у Ромы, да Ясновидение просыпает Придется в том числе или нет, ну или песня Хипп или нет Что мы сейчас послушаем? Так, песня «Время» Песня «Время» Отлично Время никого не ждет Время никому не верит Отправляемся вперед Эта дорога нас изменит Моя жизнь рулетка вдруг повезет Иногда непонятно, почему этот ход Сегодня жарко мне, а завтра лютый Без любви меня пожирает голод Сколько времени нам нужно, чтобы открыть все двери Я по-прежнему верю Мы, пока песочные часы продолжают бег Любовь лучшая, что умеет человек Держи меня за плечи Время, время лечит Время, время летит куда-то по дням и до дна Держи меня за плечи Время, время летит куда-то по дням и до дна А крылья свободы за нами Попробуй дотронься руками Любовь, она не знает правил Время никого не ждет Время никому не верит Время никого не ждет Никогда не знаешь точно, что будет завтра Какая выпадет из колоды карта в руки Слушай своего сердца звуки Как и хочется сказать Время не спеши Мы будем продолжать плыть и жить Наши сокровенные мечты пусть сбудутся Любить мать и отца Творить добро до конца И пусть улыбка не сходит с твоего лица Время, время летит куда-то по дням и до дна Время, время лечит, Время, время летит куда-то, по ям и дата. А крылья свободы за нами, Попробуй дотронься руками, Любовь она не справит. Время никого не ждёт, Время никому не верит. А крылья свободы за нами, Попробуй дотронься руками, Любовь она не справит. Время никому не ждёт, Время никому не верит. 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 Время никому не join. Время dni mythical не верит. Время никому не верит. Время никому не верит. А крылья свободы за нами, Попробуй дотронься руками, Любовь-то она не заправила Время никого не ждёт, время никому не верит Время никого не ждёт, время никому не верит Отправляемся вперёд, эта дорога нас изменит Время никого не ждёт, время никому не верит Отправляемся вперёд, эта дорога нас изменит Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дамы и господа, продолжается концертный зал. Сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ» дуэт «Две Маши» и с ними «Три богатыря». Мы продолжаем общаться. Три богатыря шикарно, Ром. Друзья, день рождения, три богатыря и три года. Может быть, как раз с этим связано что-то. Богатыря 3. Сегодня у нас в студии три года дуэту. В каком составе будете выступать на концертах? У нас еще будет клавишник Алексей и три богатыря. Да, и три богатыря. Слава Кристин. Алексей и три богатыря. Отлично. Девочки, три года, два альбома выпущено. Конечно, я знаю, что у вас постоянно везде спрашивают, где, когда, когда, когда. Работа ведется? Работа ведется, да. Ну, то есть, еще тем, кто отправится на концерты седьмого в Питер, тринадцатого в Москву, пока не смогут приобрести эти диски и в руки взять? Нет, пока не могут. Нет, ну, конечно, потому что он еще не завершен. Мы, я думаю, не хочется просто загадывать, когда он точно будет, но, в общем, в любом случае мы работаем. Вот, примера, будет с третьего альбома. Тогда хотя бы такая информация, эксклюзивная, он будет отличаться чем-нибудь от предыдущих? Честно, не знаю. Знаете, мы себе... Как пойдет. Да, мы не ставим таких целей, знаете, как вот со следующего альбома мы полностью меняем. У нас будет больше рэпа, или там у нас мы будем больше рока. Нет, такого нет. Нет, такого абсолютно нет. Нет, нет, такого нет. У меня иногда бывает в песне абсолютно два слова, и мне нормально. Ну, в любом случае, я же этот текст написала, и понимаю, что там не нужно, не надо рэпом много. Естественно, музыкальная эволюция, которая происходит в дуэте, да, так, собственно, это песня. Да, поэтому как пойдет. В общем, вдохновение, скажем так, рулит нашим проектом, поэтому вдохновение — это непрогнозируемый такой момент космический. Спасибо. Я, как рулящий соцсетями, страны FM, смотрю, что там пишут нам. Екатерина Петрова сообщает, самые лучшие ваши песни и музыка просто космические. Спасибо большое. В самое сердце и в самую душу. Когда планируете в Сочи вернуться, как и обещали летом? Как организовать концерт или квартирник с фото или автографами? Еще вопрос. А вообще, очень хочу к вам в команду. Бухгалтером, администратором, водителем, хоть кем. Если вам нужен человек в Сочи, Екатерина живет в Сочи. У вас есть и бухгалтер уже, и водитель, и администратор. Итак, что по концертам в Сочи, когда чего? Ну, пока у нас в планах Сочи не стоит, но Сочи может появиться в любой день. У нас на нашем сайте www.demasha.ru есть раздел афиши. Там все наши концерты, и они постоянно обновляются, добавляются. Поэтому ждем, когда появится Сочи. Ну да, следите за афишей. Девчонки, что касается клипа, у вас же прямо на днях случился премьер. Ну, пока что только в интернете. Но мы обещаем нашим зрителям и слушателям, что в ближайшие дни и в эфире страны FM тоже случится премьер, и трек, и клип. Разумеется, синхронно, как всегда. Мы, конечно, ждем от вас рассказа об этом клипе. Пать, об этом так пока закинем. Кстати, я думаю, что раз мы сейчас говорим об этой песне, может быть, мы ее тогда и споем. Факты? Да. А потом расскажем? Да. Ну нет, мы можем рассказать, в смысле, чтобы это было логично. В общем, съемки у нас проходили в Нью-Йорке, в подвале. Очень дорогие, как писала искренне Маша. Очень дорого все получилось, потому что курс, понятно. Костюмы были фантастические просто там. Вы знаете, вот фантастические костюмы, это ребята, да, которые были в вашей сцене. Да, ребята, которые избывались. Да, 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 им было очень жарко. Вообще всем было тяжело. Это все снималось, получается, у нас ночью, а на следующее утро мы должны были уже вылетать в Москву, и, получается, у нас съемки закончились в 6 утра на рассвете. Мы заехали домой собрать чемодан, успели в душ и поехали в аэропорт. Это была незапланированная акция. Вот это да. При этом весь клип с Машей связан с нитками, эти нитки были очень... Это веревки, наверное. Да, у меня остались следы. Кто был автор вот этого экзекуции? Вы сказали, обязательно для такого мучения нужно было лететь в Нью-Йорк. Неужели не здесь? Нет, дело в том, что вы летели в Нью-Йорк не для мучения. Снимать клип на песню «Красное-белое». Да, без всяких вот таких вот моментов, без веревок. Без веревок. Но что-то пошло не так, да? Что-то пошло не так, как поется в этой песне. Но в итоге вы в Нью-Йорке даже два клипа сняли. Да. Да, вот режиссер нашего первого клипа, Карина, предложила как раз идею. Вот давайте вот такой снимем проект. У нас было очень мало времени, и мы на самом деле не знали, что вообще из этого получится. Такая локация, слушайте, конечно, зря была терять. Но мне кажется, что получилось очень... Мы ждем. Но у вас не было никаких споров с режиссером клипов. То есть вы абсолютно отдались? Нет, нам очень понравилась эта идея, и мы решили ей последовать. Потому что, в принципе, мне кажется, что Машин текст прекрасный. Очень хорошо прочитан вот этой вот идеей. Да. Впрочем, как и все тексты Маши лично тоже прекрасно всегда прочитаны. Маши, да, это исполненный вокал. Мы сейчас, так понимаю, послушаем. Давайте, ребят, тогда песню «Факты» сейчас сыграем, хорошо? Давайте. Отлично. Что-то пошло не так, кто-то нас разделил. Как же ты можешь так, как факта? Факты. Во всем виноваты факты. Как и раньше, я спрошу тебя, как ты? И разбежались незаметно как-то. Мы слишком гордые для большой любви, за которую сражаться надо бы. А мы вдвоем с характером. Что надо бы? Кто из нас остынет и возьмет в свои руки небольшую надежду, Что сильнее разлуки. Я верю в тебя, я верю в нас. Наша любовь — это целый атлас. Наша любовь не знает границ, И эта книга без страниц. Я верю в тебя, я верю в нас Наша любовь — это целый атлас Наша любовь не знает границ И эта книга без страниц Но мне без тебя никак В мире пустых тем Мне без тебя никак С кем ты и зачем Что-то пошло не так Кто-то нас разделил Как же ты можешь так, как в окнах? Чувства, эмоции, переплетения И если ты без меня, то твоя тень Я знаю то, о чем ты говоришь Я чувствую тебя на расстоянии Чувствами тебя на расстоянии Мысли мои и между нами Только числа и обиды Мне без тебя никак В этом мире битом Я не хочу оказаться одна и разбитой Я верю в тебя, я верю в нас Наша любовь — это целый атлас Наша любовь не знает границ И эта книга без страниц Я верю в тебя, я верю в нас Наша любовь — это целый атлас Наша любовь не знает границ И эта книга без страниц Но мне без тебя никак В мире пустых тем Мне без тебя никак С кем ты и зачем Что-то пошло не так Кто-то нас разделил Как же ты можешь так Как в окна Не без тебя никак В мире пустых тем Не без тебя никак С кем ты и зачем Что-то пошло не так Кто-то нас разделил Наша любовь — это целый атлас Наша любовь — это целый атлас Наша любовь не знает границ И эта книга без страниц Наша любовь не знает границ Наша любовь не знает границ Наша любовь не знает границ Мне без тебя никак Мне без тебя никак С кем ты и зачем Что-то пошло не так Кто-то нас разделил Как же ты можешь так Как в окна ... Как в окна ... Как в окна Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дамы и господа, мы продолжаем в концертном зале. Сегодня дуэт «Две Маши». Мы слушаем потрясающие откровенные песни в живом звуке. Все, как мы любим. Продолжаем поздравлять дуэт с трехлетием. Мы, конечно, всем рассказываем о концертах предстоящих. 7 октября Санкт-Петербург. Зал. И Москва 13 октября. Арбат Холл. Да, по поводу Арбата. Вот вопрос пришел. Значит, квартирник на Арбате 13 хотим. Будет ли продолжена эта прекрасная новогодняя традиция, пишет Алексей. Ох, боимся загадывать. Сейчас очень плотный график, поэтому не готова ответить на этот вопрос. Как пойдет? Да, как пойдет. Пришел еще один вопрос от Натальи. Пишет она следующее. Маше, привет из Питера. Ждем встречи с вами 7 октября. И мы ждем встречи с Питером. Подскажите, можно ли будет купить ваши футболки, альбомы в клубе перед концертом? Спасибо за ваше творчество. Я думаю, что у тебя уже износились. Вот на 99% что футболки будут. Кружки. Это тоже важно. Как пойдет. Это прекрасный ответ на все вопросы вообще, которые можно задавать. Или просто, не знаю. Я просто, ну не знаю. Девочки, за три года скажите, пожалуйста, появились ли такие антифанаты, которые можно сказать, фу, на каждую песню, да ну, да ладно, ерунда. Потому что надо сказать, что в принципе вас очень любят. Вы знаете, у нас такая очень спокойная в этом смысле страница, а если редко кто-то и появляется, то это в любом случае не наши поклонники, поэтому нас не очень расстраивает их мнение насчет нашего творчества. Ну, мне кажется, это нормально. Вот если выкладывают группы, да, где очень много подписчиков что-то обсуждают, там пишут и хорошее, и плохое, ну, честно говоря, как-то спокойно. Ну, в общем, лучше не трать время людей, у которых плохое настроение и прочее, потому что девчонок это не колышет никак и правильно делает. Зато их колышет Александра галочка в Инстаграм, и они ее получили, и этот ролик в Инстаграм мы посмотрели с большим удовольствием, мы вас поздравляем. Это очень здорово, в самом деле. Расскажите людям, может быть, не так просвещенным в Инстаграм, насколько это важно и как сложно получить эту галочку. Нет, честно говоря, я вообще не предполагала, что это все случится, потому что я отправила запрос. Куда? А там в Инстаграме, в настроечках, вот появилась новая функция, что вот если вы считаете, что вам нужно заверифицировать страницу, если вы публичный человек, ну, в общем, я сейчас не буду это все повторять, но смысл в том, что вот есть опция отправить. Но так как обычно ее получают люди с миллионными подписчиками, то я как-то не рассчитывала, что наш скромный Инстаграм будет верифицирован. Но при том, что у нас не миллионы, скажем так, людей подписаны, у нас действительно очень большой охват. Каждый человек, который на нашей странице, это действительно настоящий подписчик, который... Посмотрели все честно, без накруток. Настоящий. Да, понятно. Понятно? Вот. И все случилось, с чем вы? Ну, была большая радость, конечно же. Спасибо, что эта радость была отражена в Инстаграме, мы с удовольствием. Да, Маша там чуть не проломила пол, мне кажется, все останки она просто слышала, Машины греки. Скажите, а эта радость, она все-таки больше или меньше радости участия в вас, ваше участие у Ивана Органта в программе «Вечерный мой». Ну нет, это несравнимо, конечно. Конечно. Кто лидирует-то? Тут еще одно на другое наложилось, потому что мы только вышли с Урганта, переодеваемся, я беру телефон. То есть одна радость на другую. И тут я вижу эту галочку, никто ее еще не видит, и я начинаю визжать, конечно, потому что когда ты все делаешь сам, тебе никто эту галочку не принес, не положил, то, конечно, ты радуешься и галочке, и точечке, и запятой, и всему. Потому что это твой труд, и в общем, это ваша страсть, слушайте. Да, 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 это такая вот победа. Взяли куда-то клип, это наша победа. Ну про радость выступления на Первом канале, поделитесь, расскажите. Ой, мы очень давно хотели попасть к Ване, потому что это огромная редкость, когда на центральном телевидении, на федеральном канале есть возможность петь живьем с музыкантами, чтобы еще при этом на выходе получился потрясающий звук. Мы во всех постах это отмечали, поэтому, ну, это фантастика, это такой очень высокий уровень, и нам очень рады были, было очень приятно. Ну, в общем, мы отправляли заявки на участие, тоже сами, конечно. Да вы мои умнички. И тут однажды вам написали. И тут однажды, да, спросили, а у вас свободна эта дата? Да, конечно. Ну, если честно, мы тогда не радовались, пока мы вот не приступили этот день. Я вам больше скажу. Покажи. Я не радовалась до тех пор, пока я не увидела нас в эфире, что нас не обрезали, потому что, знаете, столько на самом... ну, столько было разочарований. Ты думала, что по тебе титры пойдут? Потому что путь творческий очень длинный, и бывают всякие ситуации, когда тебе говорят, что вот ты будешь в эфире, потом вдруг ты себя там не обнаруживаешь. Поэтому я привыкла радоваться тогда, когда уже вот по существу случился этот момент. А мне так понравился плакат в зрительном зале у поклонников. Это отдельная тема. Теперь нас много. Мы с Машей, ваше подделки. Теперь нас двое, а это действительно какая-то прям волшебная история. Теперь нас много, это действительно так. Теперь вы были двое, а теперь очень много тех, кто полюбил. Отдельное спасибо людям, которые пришли нас поддержать, потому что мы, откровенно говоря, не ожидали, что они рисуют плакаты вот эти. Это очень здорово. Ну, есть то, что в этой программе вы были, конечно, ярче всего, что происходило именно в этом выпуске. Спасибо. Как-то так. Спасибо большое. У меня вопрос по поводу уверенности в себе. Когда вы начинали, вы уже сказали, что вами двигала страсть и желание что-то делать. Насколько вот прагматично, как музыканты, как люди, которые в этом понимают, насколько вы были уверены, что выстрелит проект? Сейчас, конечно, мы понимаем спустя три года, что все отлично, что вы встали на рельсы и идете вперед. Тогда было ли хоть это чуть-чуть авантюры? Или вы все высчитали математически по правилам шоу-бизнеса? Нет, математики вообще не было. Как? Нет, математики не точные. Они творческие девочки. Какая математика? Я могу за себя сказать. Честно, я была, когда я пришла с песней «Теперь у нас двое» и предложила Маше, что надо сделать, будет классно. Я была уверена в любом случае, что будет большой успех. Вот, просто я была уверена. Честно, я с детства была уверена, что так будет. Что так будет. Поэтому вот, все сложилось. Как говорится, карты легли как нужно. Мы встретились и, видимо, вот. И мы, друзья, уже этому радуемся три года, что две Маши встретились. Маша Зайцева, Маша Шеха. Дай Бог нам еще радости на долгие-долгие годы, чтобы уже и три, и потом и тридцать, действительно, как Маша сегодня сказала, отмечали творческий вечер. Да, ребята, чтобы также бодры, веселые, молоды были. Что мы сейчас послушаем? Сейчас мы будем петь песню, которая называется «Мы выбираем». Нас выбираем. Будем выбирать. За то, чтобы у нас всегда с вами был выбор. Конечно. Будем мы говорить на концертах перед этой песней. Все мое твое, твое моим не будет, 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 эй-эй. Все мое твое, твое моим не будет. Я без тебя, я без тебя, я без тебя. Я не знаю, как прожить и дня. Я жду тебя тут. Тут я проложила маршрут. Дороги, дороги, дороги к тебе. Дороги, 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 дороги пополам. Мы выбираем, нас выбирают, мы выбираем. Музыка без остановки играет, 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 играет. Все мое твое, твое моим не будет, а мне все равно. Пускай будет, как будет. Мы выбираем. Мы выбираем. Музыка без остановки играет, 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 играет. Все мое твое, твое моим не будет, а мне все равно. И снова мы во мне играешь Ты музыка моей мечты Я буду петь у тебя всегда Музыка, музыка, музыка Я твоя, я твоя С тобой готовы идти Мои мысли и песни по пути Два пути, где музыка пошла Дороги, дороги, дороги Ла-ла-ла Мы выбираем, нас выбирают Мы выбираем Музыка без остановки Играет, играет, играет Все мое, твое, твое, мое Мне будет, а мне все равно Пускай будет, как будет Мы выбираем, нас выбираем Мы выбираем Музыка без остановки Играет, играет, играет Все мое, твое, твое, мое Играет, играет, играет Все мое, твое, 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 твое Мне будет, а мне все равно Пускай будет, как будет Все мое, твое, твое моим не будет. Будет, будет, будет. Все мое, твое, твое моим не будет. Любого им три года будет, друзья. Две Маши в гостях у телерадиоканала «Странная фон». Слушай, я подумала, вы же можете в каждой своей песне использовать вот эту фишку «Хей, хей». Очень хорошо, она бы здесь была. Нет, люди положены об одной песне. Может быть. Я хотела спросить еще вот что. Какая песня на сегодняшний день, как вам кажется, самая-самая любимая у публики? Я сижу, например, и замечаю, что я пою все ваши песни. Даже поюсь просто. Просто пою все. Абсолютно до начала до конца. Ну, очевидно, что на сегодняшний день это босая. Вот так получилось, да. А мне вот красная, белая нравится вот эта вот. Сейчас уже у нас, кстати, более 40 миллионов просмотров. Представляете? А вот у меня старая информация, я сказала, больше 30 миллионов, а это уже более 40 миллионов. Это уже более 40, то есть просто каждый день добавляются сотни тысяч просмотров на эту песню. Поэтому мне кажется, как лучше плакать, правда. И, кстати, говоря о... Я просто люблю проводить опросы. И вот следующая песня, которую мы исполним, ее очень любят. И я на самом деле безумно радуюсь, что вообще наш проект начался с лирической песни. И обычно выстреливают все-таки с чем-то таким танцевальным. А мы начали с лирики, которую очень хорошо подхватили. И я радуюсь безумно, что лирику нашу любят. И, собственно... Не меньше, да? Да, не меньше, потому что... Ну, потому что вы хороши очень, что в лирике, что в танцах. Это понятно, просто люди часто все-таки хотят больше веселья, понимаете? Поэтому чаще... Мне кажется, есть огромное количество людей, которые любят пострадать. Как раз вот именно поплакать, погрузить. Или, ну, или, может быть, не знаю, помечтать. Струны души вы умеете затронуть просто, поэтому... А у вас все гармонично и на балансе есть... В общем, вот следующая песня, кстати, на втором месте по просмотрам. Уже почти три с половиной миллиона. Набрала песню «Тут тебя, жду тебя я». Ее очень любят, ее поют всегда на наших концертах наши зрители вместе с нами. Слушайте, а в караоке есть уже ваши песни? Вот об этом расскажите. Знаете ли вы? Есть, говорят, есть. Люди поют. Ну, может быть, пишут просто, в караоке поем вот эту, например. Она нам это нравится. Ну, басую, басую постоянно поют. Басую, красное, белое поют. Нет, еще поют какие-то песни, да, присылали. Чаще всего нам присылают, ну, вот именно, если смотреть там в процентном соотношении, то это басая. То есть она там в день приходит столько сообщений в директ именно с басой. Там на свадьбах, где-то еще, 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 везде басая. Маш, ну а как тогда пришла к тебе эта песня, эти стихи? Да вот у меня проблема в том, что я ничего не помню постоянно. То есть я сейчас сама пытаюсь вспомнить басая. Ну, а припев, припев, вот по лицу роса я к тебе басаю, вот эти две строчки, они меня очень долго преследовали. То есть это я точно помню. И потом уже все остальное как бы стало там. Вот я вижу, что это припев. Нагонять. Да, надо написать куплеты. Просто уже есть припев, он классный, надо, тут хочешь, не хочешь, пиши куплет. И вот появились. Ну, в любом случае, это припев сделала эту песню, мне так кажется. Хотя и куплеты поют с самой первой строчки, поэтому я не знаю, как так происходит. А вам уже удалось вот заранее как-то научиться чувствовать успех песни? Вот, например, про басую было у вас ощущение, что... Нет, такого ощущения, что произойдет то, что произошло вот именно с ней. В таком масштабе не басов. В таком масштабе нет. Я знаете, что я вам хочу сказать? Может быть, вы и слышали уже такое вот именно басая. Эта песня очень нравится даже людям, я бы так сказала, может быть, там глубокого такого очень зрелого возраста. Да, 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 да. Мы просто включаем периодически видео, где поют от мала до велика, как говорится. Поэтому... И хоры пенсионеров, и бабушки, и дедушки. Да, и малыши танцуют под басу. Эта песня, правда, вот случилась. Мне кажется, в ней заложен какой-то просто 25-й кадр. В общем, что-то в ней такое есть. Космическое в этой песне. Ну, безответная любовь, как мне кажется, такая беззаветная любовь. Тут уж у кого как. Ну, посмотрим, вы же нам пророчите, что следующая песня побьется рекорды. И у нее уже будет 140 просмотров, 140 миллионов просмотров. Но мне она очень понравилась по тем фрагментам, которые я видел. Вот это будет что-то новенькое, мне кажется, в нашем рекордонаре. Она там такая прям... Ну, похоже. Друзья, давайте дождемся до премьеры. Да. 7-го числа, в день рождения Владимира Владимировича Путина, как раз вот это все мы увидим и слышим. Кстати, да, конечно. Ну, а как смотри, у них 7-го в Питере, это очень знаково, мне кажется. Какие вы молодцы, девчонки. Как вы так все аккуратненько спланировали. Как пошло. Как пошло. И эти самые прекрасные слова, в общем, да. Как пойдет, как пойдет. Что мы послушаем сейчас? Сейчас мы послушаем песню «Тут тебя ждут тебя». Да, мы же уже обещали, конечно. Да. Тут тебя ждут тебя, я за тобой я бегу и летаю. Моё мгновение порывами сильного ветра. Ты тысячи написанных, но все без ответа. Ты миллион отправленных лучами нашего света. Ты моя горлета планеты, но где-то и снова вижу тебя. Твой облик начинает таять на глазах моих. Из моих снов улетаешь, но неужели ты не знаешь, что я ждут? Тут тебя, тут тебя, тут тебя. Где-то в конце нашего с тобой декабря. Тут тебя, жду тебя я. За тобой я бегу и летаю, и тебя совсем не зная. Я ищу лица прохожих, ты меня, наверное, ищешь тоже. Снег по коже, так быть не может. Тут тебя, жду тебя я. Тут тебя, жду тебя я. Обнимай, улетай, снегом холодным меня заметай. Как ты там, тёплый май, никогда меня не забывай. Обнимай, улетай, снегом холодным меня заметай. Как ты там, тёплый май, никогда меня не забывай. Среди ночи твой почерк узнать уже так проще Я погружаюсь в сон за окном, мой майский вонзун Ты мой остров, я к тебе во снах на рейсе Каждый раз, как в первый раз, надеюсь, что проснем все вместе Я пишу тебе песни, я верю, я знаю, как сейчас Помню, первый раз увидели славу, я никогда не забываю Четко помню все моменты, каждый раз просыпаюсь С вопросом, где ты? Тут тебя жду, тебя я За тобой я бегу и летаю, и тебя совсем не зная Я ищу птица прохожих, ты меня, наверное, ищешь тоже Снег по коже, так плыть и может Тут тебя жду, тебя я, тут тебя жду, тебя я Обнимай, улетай, снегом волосы меня заметат Как ты там, теплый май, никогда меня не забывай Обнимай, улетай, снегом волосы меня заметат Как ты там, теплый май, никогда меня не забывай И yep, помνйя, не забывай Жду тебя, у тебя Жду тебя, у тебя, тут тебя, тут тебя Тут тебя жду, тебя я Тут тебя жду, тебя я За тобой я бегу и летаю И тебя совсем не зная Я ищу лица похожих Ты меня, наверное, ищешь тоже Снег похожий, так быть и может Тут тебя жду, тебя я Тут тебя жду, тебя я Обнимай, улетай И снегом холодом меня заметай Как ты там, теплым май Никогда меня не забывай Обнимай, улетай И снегом холодом меня заметай Как ты там, теплым май Никогда меня не забывай Обнимай, улетай, снег в холодном меня заметай Как ты там, тёплый май, никогда меня не забывай Обнимай, улетай, снег в холодном меня заметай Как ты там, тёплый май, никогда меня не забывай Концертный зал. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. У нас по-прежнему дуэт «Две Маши». Мы по-прежнему вас зазываем на концерты девчонок, которые пройдут 7 октября в Санкт-Петербурге и 13-го в Москве. Приходите, вся информация в интернете. Я надеюсь, что билеты еще есть и у вас появится возможность прекрасно так. Билетов чуть-чуть. Совсем немножечко, да, она только очень хочет, вот обязательно найдет и достанет. Три года уже дуэту. Ну, если вдруг кто-то сейчас думает, а сколько девчонок-то уже на сцене? Три года, да. Подходили уже такие ребятки, которые говорили, мы выросли на ваших песнях. Нет, пока еще. Трехлетние малыши? Нет, ну почему они могут быть шести-семилетние такие? Ну нет, пока вот именно этой фразы еще не было. Мы выросли, Ген, говорят, мы слушаем ваши песни, а выросли, пока не говорим. По поводу малышей, как у тебя дочка поживает? Прекрасно. Расскажи, ей же сейчас шесть как раз, да? Ей 28 декабря будет шесть лет. Вот, и что у нее из творчества? Ну вот, кстати, можно сказать, что Сандра растет на наших песнях. Да, Сандра как раз какие песни любит, что-то, может быть, поет. Слушайте, ну я просто помню первую реакцию Сандры на песню «Теперь нас двое», наша первая песня. Причем она в таком достаточно роковом звучании, и когда еще мы нигде ее не выложили, она, ну, совсем была маленькая, и у нее была такая реакция бурная. Ну, хорошая, положительная. Хорошая, хорошая, то есть ее прямо заинтересовал этот контент, как сейчас принято говорить, проект. В общем, да. Ну вот, в последнее время она постоянно напевает «Красное, белое», «Отвое смелое». А скоро будет петь другую песню, я надеюсь. Да, 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 «Мама, я танцую». «Мама, я танцую». В общем, любит она наше творчество, я скажу так. Расскажи, мама, она у тебя танцует, поет, как она себя проявляет в свободное время садика? Проявляет она себя, наверное, в первую очередь в рисунке. Она очень хорошо рисует. Это наследственное, видимо. Я тоже люблю рисовать. Она, кстати, как и я, козерог. О, похоже, конечно. Она углем рисует или чем? Насквозь друг друга видит просто. Рисует карандашами, хломастерами, акварелью. Так это уже инсталляции, которые могут появиться у вас очень скоро на концертах. Кстати, может быть, она обложку нам нарисует какой-нибудь песней. Это будет очень интересно, правда. Это замечательно. На гимнастику она ходит. Ну, то есть такого нет, что мама говорит, мама певица, и ты, дочь, должна пойти по моим стопам. Ни в коем случае. Я вообще считаю, что родители максимально должны детям давать волю и не заставлять их заниматься тем, к чему не лежит душа. Ну, это очень мудрые слова. Сандре, большой привет. В общем, занимайся, чем захочешь. Все, мама разрешила. Ну, опять ты в любом случае будешь, конечно. Потому что там, да, я с вами уже и папа певец. Почему мы про маму певица записали? Слух у нее тоже есть. Ну, а как? У нее не было другого выбора, конечно. Конечно. Девочки, ну, день рождения, концерты, что, может быть, поклонники, которые хотят что-то от души преподнести, ну, помимо своего присутствия, естественно, на этих событиях, что вам будет приятно получить? Что любите? Какие цветы? В первую очередь, как бы это банально не звучало, это их внимание. И присутствие. И присутствие. Это самый главный знак внимания к нашему творчеству. Правда. Ну, а все-таки, что такое? Цветы машем. Или лучше не цветы, или лучше мягкие игрушки. Ну, вы знаете, например, в прошлый раз мы сделали такую очень полезную штуку. Мы попросили наших поклонников вместо цветов переводить эти деньги в фонд «Дети-бабочки», который мы поддерживаем. И, собственно, мы бы были им очень благодарны, если бы они повторили. Мы обязательно выложим информацию по этому поводу. Это очень здорово. У меня вот сейчас мурашки по коже, потому что это так прекрасно, что люди отзываются. Ладно. Спасибо, спасибо. Это просто трогательно очень. Это действительно вот сила такая людская помогать. Ну, сила еще и с вашей стороны тоже, и умение собрать вокруг себя таких единомышленников, которые вам доверяют прежде всего, ведь в этом случае, да? Ну, у нас действительно прекрасная публика. Вот прямо низкий им поклон. Да, какая же она может быть, когда такие песни, когда такие девчонки? Я не представляю, что эти были бы какие-то такие. Девчонки, по поводу общения с поклонниками, бывают ли такие у вас фэн-встречи, собираетесь ли где-нибудь в каком-то специально оговоренном месте, может быть, общаетесь? Вот вы знаете, почему люди-то спрашивают про квартирник, потому что обычно на квартирнике происходит вот такое общение. И во время концерта, и после. То есть мы выходим, общаемся со всеми, фотографируемся. Поэтому мы не отказываемся от этого формата, просто пока не можем сказать, когда именно это произойдет. А давай такое сами инициируйте. Вот, например, тогда-то здесь-то можем встретиться и поговорить. Так мы не делали. Нет, так мы не делали. Потом это тоже хорошая штука. Машеньки, вы же наверняка знаете, что абсолютно у каждого артиста, а тем более уже, который три года на сцене, так это 100%, у них есть фиты так называемые. То есть какие-то сотрудничества, дуэты. Вы отказываете на поступающие предложения или не поступают предложения? Ну, были какие-то предложения, но пока... Рубки, невнятные, невнятные. Это фит друг с другом. Ну, конечно. Маша и Маша. Мы точно хотели бы... Ну, это неплохо, когда многие люди действительно там вот у артистов постоянно выходят там раз, два, три, четыре, пять. Это как бы неплохо. Но мне кажется, что мы бы не хотели так, чтобы у нас постоянно выходили с кем-то фиты. Если они будут, то будут очень избирательные. А, кстати, а знаешь, почему? Ведь я только что сама ответила на свой вопрос. У Маши потрясающий вокал, да, и музыка. У тебя потрясающие стихи и то, как ты их читаешь. Это возможно, поэтому у нас всегда будет с кем-то очень интересным вокалистом мужского рода. Вот мужской, конечно, голос был бы как-то так еще обратный. Ну, я вот, кстати, сейчас вспомнила, что когда мы только начинали, нам многие специалисты в области пиара и так далее, нам все время давали разные советы, которым мы не следовали никогда. То есть как раз спеть с кем-нибудь и тогда все равно. Да, нам говорили, что вам нужно взять какую-то звезду, прямо вот такую крепкую, матерую. Захребет ей. Да, захребет, собственно, и что-то такое сделать. Это вам поднимет рейтинги и так далее. Но мы решили по этому пути не идти. В общем, мы действительно делали все наоборот. То, что нам советовали, мы делали наоборот. И как правильно вы делали? Потому что вы слушаете интуицию, свое сердце и друг другу. Очень удивительный тандем. И просто дикий восторг. Спасибо. Мы вас очень любим. Очень-очень-очень. Спасибо. Я буквально вот чувствую, как сейчас где-то там за эфиром люди сидят, молодые артисты, и записывают, что не надо верить этим. Надо самим работать. Мне кажется, вот там можно провести, как это сейчас. принято, как это называется? Трансляция? Не семинары? Мастер-класс. Ой, конечно. Конечно. Когда-нибудь мы выйдем с тобой. Семинар от двух маш. Да. Это можно делать перед концертами, например, час до этого сначала мастер-класса. Знаешь, как это называется? Коучик. Коучик. Да, да. Семинар будет называться «Как пойдет». Обязательно. Как пойдет. Мне тоже очень нравится. Ну да, в этом. Это на самом деле философская фраза. И очень правильно. Потому что иногда нужно отдаваться. Будет, как будет, в принципе, это вот аналогично. Да, да, да. Конечно, конечно. Делай, что должен, и будь как будет, Саша. Ну, действительно, вот как раз пример живой музыкальный перед нами. Да, ну не этими словами мы должны завершать нашу встречу. Мы же должны завершать какими словами? Что есть, друзья? Седьмое октября. Питер. Мы, конечно, тебе искренне завидуем. Потому что ты и первым станешь свидетелем. И у тебя будет появиться возможность поздравить дуэт «Две Маши» с днем рождения. И футболку приобрести. И футболку приобрести, да. И послушать премьеру целиком. Новую абсолютную песню. Ну, мы уж, Москва, дождемся. 13 октября будет на нашей улице праздник. Так что вся подробность, конечно, все подробности есть на страничках дуэта «Две Маши». Ищите, звоните, билеты заказывайте. И самое главное, слушайте и смотрите в ближайшее время премьера клипа и нового абсолютно в эфире «Страна ФМ». Спасибо, девчонки. Все, да? Нет, это очень грустно. Мы желаем, чтобы так же, вот как три года прошло, все шло у вас в творческой жизни. Чтобы мы постоянно слушали новые песни и смотрели новые прекрасные клипы. И очень хочется, правда, когда у вас еще больше концертов появится, еще больше гастролей, стран. Ваших поклонников, чтобы вы обязательно находили время и приходили к нам, пообещайте. С удовольствием. Мы вас очень любим. Очень. Мы с нами с самого начала. Ребята, спасибо. 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 Прорисающей команде. Трем богатырям, как уж Рома красиво назвал их. Ну, что у нас под занавесы? Под занавесы у нас что? Мария, вы видите? Красное и белое. Красное и белое, да. Да. Красное и белое. А, 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 а. Сегодня ночью не буду спать. Холодным воздухом бежишь по ладоням. Только тебе известны все мои пароли. В потоке вечности под кожей пробегаешь Но о самом главном ты так и не узнаешь На тебя запалая, видимо, любовь наша стала невидимой Эй, красная-белая, я твоя смелая Что же наделала опять? Белая-красная, снова опасная Сегодня ночью не буду спать Красная-белая, я твоя смелая Что же наделала опять? Белая-красная, снова опасная Сегодня ночью не буду спать Сегодня ночью не буду спать Сегодня ночью не буду спать Мы поругаемся, затем помиримся Что же ты творишь, куда мы движемся? Знаешь, так нельзя, я тебя устала Не хочу убедить, и в то же время мало На тебя запала, я, видимо, глаза уставшие И чувства в хлам Красно-белая, не сведи с ума Любовь наша стала совсем невидимой На тебя запала, я, видимо Ага Любовь наша стала невидимой Ага Красная-белая, я твоя смелая Что же наделала опять? Белая-красная, снова опасная Сегодня ночью не буду спать Красная-белая, я твоя смелая Что же наделала опять? Белая-красная, снова опасная Сегодня ночью не буду спать Сегодня ночью не буду спать Сегодня ночью не буду спать В холодном воздухе В холодном воздухе Бежишь по ладоням Только тебе известны все мои пароли Мои пароли Мои пароли Что же наделала опять? Белая-красная, снова опасная Сегодня ночью не буду спать Красная-белая, я твоя смелая Что же наделала опять? Белая-красная, снова опасная Сегодня ночью не буду спать Сегодня ночью не буду спать Сегодня ночью не буду спать